Гарри, мы сегодня видели видео, как возвращаются украинцы из Катара, из Бали, из Вьетнама, и мы видим их настроение. Они не хотят проходить принудительную обсервацию, они говорят, что разъедутся по домам, потому что якобы правительство предлагает некоторых граждан за свой счет, около 320 евро в отеле на две недели, а некоторых за счет государства. Как сейчас должно действовать государство в таких условиях? Насколько жестко оно имеет право себя вести? Ну, государство вообще это единственная форма общества, которое имеет право на насилие, которое может вас насильно арестовать, посадить в тюрьму, убить, расстрелять. Это все зависит. Нет, почему? По закону, если есть смертная казнь, может государство. У вас нет. Ну, я говорю, в общем, я не могу говорить вашему государству, что дело в Америке. У нас в некоторых штатах есть смертная казнь, и она имеет на это право. Я не говорю, правильно это или неправильно, плохо или неплохо. Поэтому государство имеет право на многие вещи. Да, государство имеет право ввести комендантский час, государство имеет право изолировать людей, но то, что ваше правительство решило сделать, я не специалист в этой области. Я уверен, что есть люди, которые лучше это понимают, чем я. Но я знаю одну вещь, чем вы отличаетесь от многих ваших соседей. То, что вы бунтуете, да, вы не хотите, вот что государство предлагает, мы не хотим это, мы не хотим, мы хотим идти домой, мы хотим идти к себе в хату, мы хотим там жить, мы хотим быть со своей семьей. Если что, вы вытащите саблю и начнете ей махать. Поэтому это, да, это такая есть, я, будучи здесь уже несколько лет и наблюдая за вашей культурой, да, есть у вас это бунтовское, вот такое антиправительственное, в крови что-то есть, такое казачье. Ну а в условиях, когда человек может быть опасен для других граждан, в том числе для семей, для бабушек и дедушек, насколько правильно вот такое поведение? Это неправильно, это неправильно. Я таких людей не встречал как раз. Вот сейчас многие там, я общаюсь с людьми, они говорят, я так хочу поехать, потому что сейчас Пасха начинается у вас. Они хотят домой, там, к бабушке, к дедушке, это, видимо, традиционно так, но вот многие мне говорят, я так хочу, так хочу, но я не поеду, потому что у меня там бабушка с дедушкой. И я за себя не переживаю, но я вот как раз переживаю за бабушкой с дедушкой. Вот это, конечно, ответственный подход. Но люди, которые, конечно, прилетели из Катары или еще откуда-то, они уже соскучились по дому, и они хотят домой, и они говорят, что мы сами, мы сами справимся без помощи правительства. Опять же, такая, такова культура, вы не привыкли здесь надеяться на власть, на правительство, которое вам обещает помочь. Потому что исторически так сложилось, что вам все время обещают, обещают, а вам все мало и мало, вам не помогают и не помогают. Поэтому уже так сложилось, что вы не доверяете власти, не доверяете правительству, а доверяете себе, своему односельчанину или такой близкому окружению, близкому кругу. Но с другой стороны, я вам завидую, потому что меня Америка никак не увезет обратно. Я уже пытаюсь дойти до дома. Как раз последний вопрос был касательно США, какая сейчас там ситуация, могут ли себе позволить американцы вести так, как сегодня ведут себя украинцы, которые возвращаются из-за границы? Ну, я думаю, что многие так себя ведут в Америке тоже. У вас нету, у вас нету эксклюзивного права на идиотов, на бандитов, на воров. И все на что-то. У нас огромнейшая, огромнейшая страна. У нас много людей вообще не учтено, много нелегальных эмигрантов. Я знаю, что где-то тысячи украинцев уже в списке есть, которые из Соединенных Штатов хотят вернуться домой, но у них никак не получается. Я надеюсь, что у них получится, потому что на этом самолете, я надеюсь, меня заберут обратно в Соединенные Штаты Америки. Потому что я, как и все остальные люди, я тоже хочу быть в кругу семьи, я хочу быть близко со своими родными, когда мы все изолированы друг от друга. Но я думаю, что, опять же, дисциплина и не паниковать, это очень важно. И быть дисциплинированным. И если власть вас просит провести неделю или две в изоляции, потому что вы приехали откуда-то, откуда они не знают, чтобы посмотреть, что вас нет, я думаю, что ничего страшного в этом нет. Что это вас правительство не просит, чтобы вы пошли без оружия и воевали за страну, и забирать ваших детей насильно в армию и посылать их на войну. Это не так страшно. Или в концлагеря, или в гетто загонять. Две недели изоляции, даже добровольной. Послушайте, я только что был вот у вас, участвовал в чествиях добровольцев ваших. Сколько там было добровольцев, молодых ребят и девчонок, сами добровольно пошли. Они шли на войну, на войну, победить в которой было нереально. Они пошли очень с большой верой, что они не вернутся. И отпили и все. Если вы можете вот такую жертву себя привести, и ваши дети могут сделать, то этих две недели какой-то изоляции, сидеть и играть на айфоне или посылать всем селфи, я думаю, это не так страшно. Это не так болезненно. Другое дело там платить 320 евро или еще что-то. Да, для многих семей это нет. Это будет сложно. Но я думаю, что те семьи, которые провели три месяца или полгода в Катаре, 320 евро для них не смертельная сумма. Субтитры создавал DimaTorzok